Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Недавно я выпустил ролик, где бывший министр обороны Армении Аганян заявил, у нас есть все возможности вернуть Шушу и Гадрут. Армяне хотят использовать Минскую группу ОБСЕ. Вот недавно тут, два дня назад, выпустил ролик. Вот, видите, Лихам Алиев смеется после этого заявления. Ну и теперь известный политолог Михайлов заявил, никто не пойдет на уступки Армении. Сейчас ознакомлюсь с этой статьей. Российский эксперт назвал смешным заявление бывшего министра обороны Армении об использовании инструментария ДКБ в случае отказа организации помогать Армении. Так, Сирана гонял за человек, при котором армянская армия, если ее, так можно назвать, фактически перестала быть таковой. Вот так заявил Евгений Михайлов. И вот что еще он сообщил. Так, российский эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов комментирует заявление Сирана Гоняна, сказал, что Армения должна заставить Азербайджан, типа, покинуть захваченную территорию или использовать компоненты ДКБ вместе со своей армией для придуждения Баку. Это чушь. Это значит, армянская страна исчерпала некоторые варианты и необходимы срочные меры какие-то. Откуда такие смелые лозунги политиков Еревана, чтобы диктовать условия победителю? Да, откуда у Пашиняна, как сказать, появились такие возможности, что он может диктовать Ильхаму Алиева свои условия? Так, он назвал смешным заявление бывшего министра об использовании инструментария ДКБ в случае отказа организации помогать Армении. Временное председательство страны, ну это, да, Пашинян сейчас там был председателем ВДКБ, в организации не отменяют того, что Ереван регулярно провоцирует Баку с целью вовлечения инструментов ВДКБ. И скорее Ереван перестанет быть ее членом, чем произойдет непоправимое из-за армянских хотелок. Называются армянские хотелки. Он подчеркнул, что пора уже перестать обращать внимание на выпады таких неудачников, как Аганян. Он вот еще пишет, будущее за Пашиняна, типа, что сейчас, да, Пашинян взял лай в свои руки, который в любом случае приведет свой народ к миру, типа, он пишет, к Азербайджанам. Да, его можно критиковать, но он взял на себя ответственность и пытается договориться с Баку-Анкарой, несмотря ни на что. Аганян – это прошлое Армении, которое все еще подкрепляет мифическими реваншистскими настроениями, пояснил эксперт. Так, кто право, давал право Аганяну говорить от имени государства и более того, высказывать эти угрозы, намекая, что некое использование механизмов ВДКБ, извиняюсь, никто не позволит это сделать. Кто будет со стороны армян проводить соответствующие мероприятия? Разве что те, кто контролировал центральный рынок во время помощи АДКБ Казахстана, отметил политолог. Ну вот, Михайлов высказал свое мнение. Сейчас выпущу ролик. Пашиняна смелел сейчас, после того, как там стал начальником на время об этом АДКБ и стал, как сказать, делать речи очень такие грозные. Сейчас следующий ролик выпущу. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok